Камера-фишай, которая снимает вот такую вот полосферу, здесь нужно, во-первых, понимать, куда эта камера может устанавливаться. Как правило, она устанавливается в каких-то офисных кубриках, либо в офисных помещениях, магазинах, либо в местах, где свет искусственный или естественный, более-менее стабильный и равный. Потому что здесь есть один момент, да, если у нас, например, какое-то солнце, допустим, попадает в это окно, а слева у нас там какая-то темная зона, то динамического диапазона камеры может не хватить для того, чтобы все это дело нормально посмотреть. Поэтому, как правило, такие камеры устанавливаются там, где есть равномерный качественный свет. Если свет неравномерный, там, с одной стороны, он более светлый, другую, более темный, динамического диапазона одной матрицы не хватит для того, чтобы посмотреть одинаковый светлой темной зоны, несмотря на наличие, там, ODR-ов и так далее. В таких случаях лучше заказывать многоадъективные камеры, которые у нас лежат, которые можно насладиться и там, как на столе, посмотреть. Камера может нормализовать изображение, или давать, как наставить. Для... вот эта вот полусфера, которая снимается в камере, она может нормализоваться и принимать нормальный удобовый реймобиль, чтобы был смысл мониторить, понимать, да, что вообще там происходит. Основные форматы DWARP это квадратор. Это у нас есть четыре камеры, которые смотрят в разные стороны. И периметр, да, когда у нас камера разделяется на две полоски, которые смотрятся на все стоимостью трамператора. Я считаю, что периметр — это более функциональная тема, потому что в ней нету слепой зоны, а аппаратры слепой зоны будут всегда. Еще очень важный момент — это нормализация или DWARP камер фишайных на стороне DWARP. То есть в чем разница, да, если у нас фишайная камера DWARP изображения, на себе и переговорит уже обработанное изображение на регистратор, то в архиве, например, мы не сможем уже передвинуть, как-то поменять квадрат, который мы уже сделали и передали. Что, в общем, смысл, когда такая фишайная камера теряется. Здесь, благодаря DWARP на стороне DWARP мы всегда получаем на DWARP вот такую вот полосферу, вот такой шарик, и уже на стороне DWARP его искажают так, как нужно. Преимущество в том, что это можно делать, в том числе и в архиве. Но при этом справедливый вопрос, да, можно ли это делать в экспортированном архиве? Да, может, но есть. При экспорте фишайных камер экспортируется специальный интеллект, который называется смарт-плейн. И уже экспортированное изображение так же можно DWARPить и поворачивать камеру так, как вам нужно. Тогда как раз мы вбиваемся в то, для чего фишай собственно предназначено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА